С 1 января 2014 года жители Шимкента на себе ощутили преимущество быть горожанами. Именно с этого дня увеличена базовая стоимость одного квадратного метра с 18 тысяч тенге на 36 тысяч тенге, которые используются для оценки имущества физических лиц, а соответственно увеличивается и сумма налога на имущество. Однако эти изменения коснулись только областного центра. В городах и районах областного и районного значения, а также в селах и поселках базовая стоимость осталась без изменения. Допустим, в прошлом году уплатили имущественного физлица 22 тысячи за этот частный дом. С этого года она уже платит 4 тысячи, то есть увеличивается в два раза. К этому все объекты уже через уполномоченный орган БТИ по области, все сведения получены, уже введены в систему. Уже с 1 августа будем извещать налогоплательщиков по новой ставке. Все объекты уже прошли через БТИ, сведения получены, введены в систему. И с 1 августа налогоплательщики уже будут получать извещение по новой ставке. Имущественный налог необходимо погасить до 1 октября, тогда как транспортный до 31 декабря текущего года. С 1 января 2014 года введенный на территорию республики Казахстан объемом двигателя свыше 3000 кубов уже считается по новой ставке. То есть с 3000 до 3200 у нас ставка получается 35 мрп, а с 3200 до 3,5 кубов 46 мрп, с 3,5 до 4 мрп там 66 мрп, с 4 до 5 кубов 130 мрп, а свыше 5 кубов уже получается 200 мрп. То есть в суммарном выражении это 370 тысяч тенге около. В 10 раз увеличится ставка земельного налога. Новый закон вступит в силу с 1 января 2016 года. Если сегодня мы платим 13,76 тенге за квадратный метр, то через 2 года эта сумма составит 137,60 тенге. Стоит особенно отметить, что это не касается земельных участков, занятых под жилье.